В Курске прошел пятый среднерусский экономический форум. Число участников в этот раз стало рекордным. Более двух тысяч человек из 16 регионов России и 8 зарубежных стран. Насыщенная деловая программа первого дня работы форума была представлена 12 круглыми столами и кроссотраслевыми дискуссиями, двумя мастер-классами, четырьмя выставками. В работе форума приняла участие и белгородская делегация. Все подробности у Марины Сафроновой. В числе мероприятий ставшее традиционным деловое состязание инвестиционных проектов, дискуссии, посвященные развитию промышленности, сельских территорий, укреплению продовольственной безопасности России. Одной из главных тем обсуждений стало развитие малого и среднего предпринимательства. Становление и рост малого и среднего бизнеса – это одна из ключевых условий обновления страны, обновления экономики, повышения ее устойчивости. Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, способствовать эффективному повышению экономики, решению проблем занятости. В то же время малое и среднее предпринимательство – самый уязвимый сектор экономики. Именно они острее всего реагируют на кризисные явления. Центральный федеральный округ является лидером по количеству объектов малого и среднего предпринимательства. Тем не менее, в последние годы наблюдается сокращение общего количества занятых работников. Какие проблемы препятствуют развитию бизнеса и как их решить, выясняли участники кроссотраслевых дискуссий. Вот сейчас весной в эту сессию было принято несколько важных законов. Например, в части налоговых режимов продлен един налог на обмененный доход до конца 2020 года. Порог по обращенной системе налогообложения повышен до 120 миллионов. Внедрены так называемые проверочные листы. И предприниматель, и надзорный орган будет знать, на что обращать внимание в ходе проверки. Она не будет безгранична. В будущем году Министерством экономического развития будет сделан акцент на поддержку высокотехнологичных инновационных предприятий, а также экспортно-ориентированных компаний. Также, по словам Максима Паршина, получат развитие многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированные преимущественно на малый и средний бизнес. Сейчас в рамках эксперимента МФЦ для бизнеса открыты в 37 регионах России.